В 2007 году Евгений начал увлекаться исламом. Он изучал через интернет радикальные материалы и стал псевдосалафистом. Именно интернет-источники вели его в заблуждение. По ошибке он встал на неправильный путь. Псевдосалафизм – это больше политическое движение, прикрывающееся религией. Они призывают к войне, насилию и жестокости, предлагая меры, которые, по их мнению, соответствуют исламу. Но по факту противоречат ему и негативно отражаются, в первую очередь, на отношении к мусульманам. Севдосалафистом Евгений стал вместе с другом детства, который позднее уехал на войну в Сирию. Позже ему понадобилась материальная помощь, в которой Евгений другу не отказал. Прикрываясь болезнью дочки, деньги ушли на развитие экстремизма в Сирии. Данные действия были доказаны в суде. Мы с ним общались, поддерживали отношения в Телеграме. И я, получается, нахожу деньги и отправляю ему 96 тысяч тенге. Самого же друга детства вернули в Казахстан и осудили на 11 лет за причастие к экстремизму. Руководитель спортинтерната колледжа имени Молдогулова Ердин Халилин призывает казахстанцев не совершать ошибочных действий и не забывать о традициях. Я знаю, что моменты были, наши молодые поколения искали счастье в других странах, в частности, если по исламу ушли некоторые молодые семьями в Сирию, Ирак, где там идут боевые действия. Мы должны знать свои традиции, истории. Мы придерживаемся масхаб Абу Ханифа. Поэтому я всегда говорю, говорю и буду говорить, что подрастающие молодые поколения должны соблюдать все каноны ислама и соблюдая наши традиции предков. Помимо спонсирования экстремизма, у мужчины были радикальны материалы салафизма в социальных сетях. В совокупности за это он был осужден на 7 лет. Из них 3 года Евгений находится в местах не столь отдаленных. Отбывать свое наказание ему осталось еще 4 года. У нас нет религиозных знаний. Мы не знали, что это запрещено, что нельзя так, что нужно придерживаться традиционного ислама. Это мне не нужно было. Подался просто влиянием, как бы, я не знаю. Я, конечно, скрываюсь, очень сильно скучаю. Я не туда ушел вообще. В родном городе Степногорске Евгения ждет оставленная им семья. Уже несколько лет без отца растут две дочери. Из-за совершенной им ошибки младшая дочь с самого рождения растет без отцовской любви и заботы. Маленькой девочке уже 3 года. Конечно, жду очень сына. Переживаю, уже столько времени прошло. Вот мы его очень сильно любим, ждем, скучаем. В прошлом году, получается, год с лишним уже не видели друг друга с ним. Конечно, мы очень скучаем. Очень тяжело. Тяжело, конечно, то, что дети растут без отца. И детям тяжело тоже. Я очень скучаю по ПАПе и хочу, чтобы он вернулся домой повестрее. Кроме того, Евгений обвиняется и в незаконном хранении наркотических средств. При задержании в кармане у него были найдены запрещенные вещества. Несмотря на раскаяние Евгения, по закону преступление было совершено. Ему осталось еще 4 года отбивать наказание вдали от семьи. Неправильный выбор лежит на поверхности и в него легко попасть и оказаться в таких местах, в которых я хожусь. Неправильный выбор может лишить семей, близких и долгое время, возможно, их не видеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!